Да, просто понимаете, я как историк по образованию сейчас, День народного единства – большой масштабный праздник, который отмечается в всей стране, отмечается, естественно, это... Мы это уже знаем. А с чем связан? С чем связан, это... Боже, мне очень стыдно. Вы же историк. Простите, пожалуйста. С Днём народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. А что это за праздник? Ну, не знаю даже. А подумайте, почему он не прижился среди народа? Потому что он поздно родился. А что за праздник? Я даже не знаю, честное слово. Я вот работаю здесь, работаю. Что за праздник, можете сказать? День народного единства. Ну, мы вот работаем, сажаем деревьишко здесь, цветы сажаем в парке. Трудиться ради её развитием, ради блага наших людей. Но работа прибавляется в городе? Не знаю, не вижу такого. Сам бы работал. Прижился ли этот праздник среди народа? А вы лучше спросите у молодого поколения. Наше поколение празднует 7 ноября. Которое выросло и знает, что такое счастье, что такое радость жизни. И не знало в своё время, что такое тяготы и лишения современной счастливой жизни. А с чем связан этот праздник? Ну, со сплочённостью нашей страны в целом, нашего государства. Ну, может, какая-то история есть у праздника? Конечно, есть история. Что было в этот день? Ну, раньше этот праздник назывался День Минина и Пожарского. Ну, его уже много раз переименовывали в этот 4 ноября. И вот сейчас он День народного единства. А что произошло 4 ноября? А вот этого я, наверное, не вспомню. Честно, смутно со школы помню. Сейчас вряд ли скажу. Сегодня у нас праздник. Вы празднуете? Нет, не празднуем. Что за праздник? День народного единства? День народного единства празднуем, конечно. А можете рассказать историю этого праздника? Да. Просто понимаете, я как историк по образованию сейчас. День народного единства – большой масштабный праздник, который отмечается в всей стране. Отмечается, естественно, это объект... Мы это уже знаем. А с чем связан? С чем связан – это... Боже, мне очень стыдно. Вы же историк. Простите, пожалуйста. Прощаем. А что в этот день произошло? Большевики и... Ну, было, получается, объединение. С кем? Блин, ну, ты помнишь? Я запамятовал, если честно. Скажите, сегодня у нас праздник. Что мы празднуем, на ваш взгляд? Новый день. А ничего? Не помните, что у нас праздник другой? Вообще, я уже сколько лет в палок там езжу, поэтому не знаю, какие у вас здесь праздники. Казанской иконой Божьей Матери праздник всегда чувствуется. Вот, какое отношение он имеет к 7 ноября. Сегодня у нас четвертая. Четвертая, да. Ну, это же праздник объединенный. Сегодня у нас праздник, бабушка. Вы празднуете? Празднуем. Что за праздник? Забыла. Собственно говоря, я этот праздник не признаю лично. И почему могу объяснить. Что наша страна вновь обрела историческое единство. Когда у нас был Советский Союз, мы все были объедены в одно государство, как единое целое. Вот действительно, это было единое целое. А потом Горбачев с Ельцинцем все развалили, каждый стал сам по себе разошлиться. Разве это соединение? Потому что это новый праздник. Раньше мы праздновали 7 ноября. А сейчас празднуем. Ну, что-то празднуем. Так уже 15 лет празднуем. Ну, и что? Меня это как бы 15 лет особо не волнует. А что мы сегодня празднуем? Мы празднуем и День Единства, и празднуем и иконы Божьей Матери. Сегодня два праздника. А с чем связан День Единства? Ну, как? Ну, у нас же сколько народа. Мы все едины, мы все объединенные своими какими-то идеями, традициями. Россия-то многонациональная. А как вы считаете, этот праздник стал действительно народным? Ой, я не могу вам сказать. Я не могу вам сказать. Ну, какой у нас сегодня праздник? Я хотел вас спросить. По-моему, иконы Божьей Матери Казанской. А еще? День Единства. А с чем связан этот праздник? Понятия не имею, честное слово. А вы можете сказать, а с чем этот праздник связан? А бог его знает с чем. Они эти праздники меняются, мы не знаем. 15 лет уже? Ну, не знаю, ну как, сплоченность, все. То, что у нас как было. Ага, мы знали, что было, будет 7 ноября. Ну, это место 7 ноября, видите, все поотменили, сделали 4 ноября. А что мы 7 ноября праздновали? Ну, что, ну, революцию октябрьскую, праздник. Ну, мы уже отпраздновали. Мы уже немножечко отпраздновали, да. А что вы сегодня празднуете? День Единства и день... Не зависим. Да, День Единства России и там День Иконы. А с чем связан этот День Единства? Ну, он приурочен к этому, к празднику победы над поляками, именинный Пожарский. Вообще, объединение Руси, восстановление Руси. Как вы считаете, прижился этот праздник среди народа? Ну, мне кажется, частично. Да, как-то не очень. Просто, может быть, приживается, потому что он ближе к 7 ноября, может быть, как-то. Люди больше, нашего, по крайней мере, поколения, люди больше празднуют 7 ноября. Ну, помнят еще. Да, помнят. Но так как он близко четвертая, начинают седьмое праздновать уже четвертого. Такими, как революция 1917 года и заплавшая в результате нее новая страшная смута. Скажите, для вас большее значение имеет сегодняшний праздник или седьмого? Ну, для меня, наверное, больше 7 ноября. Это как-то ближе. Мы как-то выросли на этой идеологии, на этой политике. И все-таки 7 ноября как-то ближе. В 612 году, это же праздник четвертый, в 612 году, вот этот праздник, вот это как дата, да, например, я считаю. Значит, когда разбили на Ладоге немцы, это тоже дата. А 7 ноября, вот это надо было 7 ноября и мы быть. А это все праздник, как дата, это история. А для вас какой больше праздник имеет значение, седьмой или этот? 7 ноября самый лучший праздник. Весь народ выходил на праздник, понимаешь, праздновали, шли с плакатами тут, с цветами по всей этой улице было, большинство народа было. А вот этот праздник 4 ноября, вся страна не воспринимает это как праздник. Вот посмотри, праздник сейчас, люди есть, никого нет у них, нет. А вот сегодняшний праздник, почему он не прижился, как вы думаете? Почему он не прижился? Почему он не прижился? Да потому что люди, для людей это как простой обычный, обыденный день. А знаете, что сегодня за праздник? Какой? Не знаю. Может быть, слышали? Я не помню, какой сегодня день недели. А почему мы начали забывать праздники, как вы думаете? Ну, потому что они не нужны. А как без праздников? Ну, просто жить. Получается? Ну, да. А что мы сегодня празднуем? Ну, День народного единственного, насколько я помню, нет? А с чем связан этот праздник? Вот с чем не знаю, честно. Может, догадываетесь? Народный как бы. Люди сами осознали, судьба будущей Родины превыше всего. А вот на ваш взгляд, жизнь с каждым годом становится лучше или хуже? Смотря, как вы ее возьмете, эту жизнь. Лекарства как дорожали, так дорожают. Продукты как дорожали, дорожают. Коммуналка дорожает. Ё-моё, а пенсия как была? А как вы думаете, если так будет продолжаться, что будет через лет 10 со стороны? Война, брат, будет. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok